Окей. So, dear ladies and gentlemen, I'm welcome you here on our first live stream. The main aim of our stream is to build more closer relationships between us. Здравствуйте, уважаемые дамы и господа. Я сердечно приветствую вас на нашем первом стриме. Основной целью стрима является построить более доверительные отношения между нами. Здравствуйте, уважаемые и господа. Здравствуйте, друзья. В первую очередь, я хочу поддержать их в отношениях нашей страны. Матаратейну — обеспечить отношения в раме более глубокая и эминутной. Друзья, я не знаю еще, на каких языках можно к вам обратиться. Я просто очень рад вас видеть здесь. Пожалуйста, дорогие друзья, напишите внизу в чате, из какой вы страны и каким языком вы владеете, потому что я постараюсь отвечать на ваших языках по мере моей возможности. Итак, готов. Гудлак фром Израэль. Тов, а не самекли рот отха, отах, а не лёхолли кроэдзе. Так, вестим. Так рад вас видеть. Да, дорогие мои, приветствую. Я знаю, что очень скоро начнется трансляция для Диэрс, поэтому я сократил наш живой эфир до буквально получаса. Я надеюсь, что нам хватит для первого раза полчаса пообщаться. По крайней мере, вы сможете увидеть меня, услышать меня вживую, как я разговариваю. Я могу говорить быстрее или медленнее, но постараюсь немножко ускориться в своем разговоре для того, чтобы вы успели посмотреть выступление с вашим любимым исполнителем. Так, Казахстан приветствует. Браво, профессор. Добрый день. Салем. Салем, Казахстан. Улькун Рахмет. Так. Профессор, нет, не надо сокращать. Нужно, конечно, дорогая эльфия. Как же рад я вас видеть. Салам, дорогая эльфия. Я очень счастлив вас видеть. Тамара, здравствуйте, Беларусь. Бахыт. Салем. Здравствуйте. Так, Светлана, здравствуйте. Дорогой Крым, поклон. Thanks a lot. Окей. Маранжела, I'm glad to see you here. You're welcome to ask your question, and I'll try to answer you ASAP. Пнина. Шалом. My language is English, Hebrew, and Russian. Okay, Pnina. different levels. So please forgive me if I make some mistakes. Аргентина. Don't cry for me, Аргентина. Салюдос дэзды Москва. Мариса, салюдос. Бишкек, салем. Якутск, но русское. Вот не говорю на якутских языках. Hello, maestra. Hello, hello there. Glad to see you. How are you today? Дорогие друзья, я очень рад тому, что вы из стольких стран присоединились. Dear friends, I'm absolutely happy to see you. join it here in the same time from the different countries. Кабардино-Балкария. Приветствую вас. Хорошо. Музыкальные инструменты. Я владею несколькими музыкальными специальностями, специализациями. Конкретно, я владею то, чем владеют абсолютно все фортепиано. Это как минимум. Также я владею еще несколькими музыкальными специализациями. Профессор, вы уже готовы раскрыть нам свое имя и отчество? Нет, не готов. Я останусь инкогнито, и на это есть самые благие причины. Когда все станет рано или поздно понятно, просто отпадут, почему я сохранял так долго свое инкогнито. Но поверьте, во-первых, причины самые благие, и второе, это сейчас необходимо для того, чтобы я мог абсолютно спокойно с вами проводить то, что я делаю, делать очень хороший музыкально-аналитический обзор, и чтобы ничто этому не мешало. Так. Как же вас теперь называть? Как хотите. Маэстро, профессор, автор канала. Nice to meet you and hear you. Good afternoon. Greetings from Hungary. Ха-ха. Здравствуйте. Hello. Hello, hello, Hungary. Набережные Челны. Ну, вы точно полиглот, профессор. Привет из Усть-Каменогорска, Казахстан. Салем, дорогие. Салем, мои дорогие, дорогие. Вы бы знали, какие удивительные связи связывают мою семью, моего прадеда и деда с Казахстаном. Когда-нибудь я расскажу эту историю. Также это связывает и с Китаем. Я вам могу сегодня рассказать небольшую историю, которая осталась за кадром, как я познакомился с творчеством Димаша, и почему я начал делать свои обзоры именно на него, и вообще, почему я начал делать свои обзоры. Кто вы по профессии? По профессии я профессиональный музыкант. Более того, Альфия, я не просто профессиональный музыкант, я практикующий музыкант, и я преподаватель. So, I'm a professional musician, as you know, and also I make my practice right now until now. So, I think I'm a professional musician, as you can call me. Думаю, вас можно называть Ильичом. Как хотите, конечно же. Поздравляем с польски. Витаемо. Здравствуйте, дорогие поляки. Очень вас любим. Maestro, you speak universal language music. You are absolutely right. The main language that can unify us is music, of course. Also, Gimas said it before, that it is a universal language. It's a key to our hearts. Your English is great. Oh, yeah, Delilah. Here, my best friend, very, very best friend, Delilah, о, Далийла. Надатай, Дейлайла. Дейлайла, may I introduce you to our society? I'm asking your permission to drop a couple of words about you. Вы из Москвы? Да, Тамара. Я из Москвы. Я коренной москвич. Привет из Латвии. Здравствуйте, профессор. Когда вы впервые услышали... Шалпан, здравствуйте, конечно же, вас видно. Дорогая Шалпан, я очень-очень рад вам. Света вас, Танюша. Здравствуйте, и Света вас тоже. Мне тоже немножко лично нравится. Вы точно полиглот. Я не полиглот. Я только учусь. Так, расскажите, как наше знакомство с Димашем. Хорошо. Моя любимая песня в исполнении Димаша и как я познакомился с Димашем. Окей, хорошо, друзья. Я вам расскажу небольшую историю, которая на самом деле и сделала меня блогером, и что-то поменяла в моей жизни. Она, конечно же, будет связана с Димашем. Пока перестаньте, если что, писать мне вопросы. Можете между собой общаться в чате. Вот, пожалуйста. Но вопросы я сейчас отвечу на один из важных вопросов, и потом заново к вам подключусь. Мне так будет проще следить за вашими вопросами, и вы не потеряетесь. Я познакомился с Димашем, наверное, где-то год назад в интернете, когда у меня был достаточно серьезный профессиональный кризис. Наверное, вы не знаете, но профессиональные музыканты вымирают, и эта профессия, к сожалению, становится все менее и менее востребованной. И мне пришлось, соответственно, пережить в определенном смысле умирание того, что я любил. Это явилось одной из очень тяжелых моментов в моей жизни. И тогда я, обозревая интернет, увидел, как люди делают разные реакции, причем делают настолько плохо, что меня это покоробило. Это непрофессионально, это на очень низком уровне, это сделано то, что называется на русском «на коленках». И тогда я решил взять кого-нибудь на обзор и сделать свою реакцию. И как раз первая реакция моя была на Димаша. Я ее тогда делал немножко в образе совсем Ленина, поскольку я был похож немножко на него, умел подражать ему, и это доставляло огромный смех и юмор моим коллегам, когда я говорил немножко по-ленински что-нибудь. А юмор я очень люблю, и мы хохочем часто на эту тему. Так вот, когда я впервые увидел Димаша, он выступал на конкурсе «Сингер» в 2017 году с песней «Дай Ди Дау», меня эта песня просто убила. Вот она моя, наверное, самая любимая, потому что лучшего я, наверное, не мог делать какие-то тоже реакции, но быстро понял, что реакции мне абсолютно неинтересны как жанр. Это неинтересно, гораздо интереснее понять. «Дай Ди Дау» исполнял настолько трепетно, настолько трепетно играл оркестр из Казахстана национальных инструментов. Я понял, что что-то за этим стоит. И я уже почти полгода готовлюсь даже больше к своему обзору на «Дай Ди Дау», потому что это абсолютно удивительная история песни, история, которая стоит за песней. Вот она, в общем-то, с одной стороны, изменила меня, а с другой стороны, помогла мне преодолеть какой-то кризис и начать делать, как ни странно, вот такие обзоры. Сейчас я подошел именно к тому, что я хочу делать музыкально-аналитические обзоры и просто реакции как таковые. Но если то, что называется, захочу побаловаться, то, конечно, могу сделать какую-нибудь реакцию. Но, как правило, музыкальный анализ – это гораздо более емкое, полное представление дает зрителям и о исполнителе, и о том, почему он так исполняет, а не иначе. Потому что почти за каждым серьезным произведением стоит какая-то история, которая его вдохновила или подиктовала. Так, висим. Так, хорошо. Сусрекционы селёс видео с Димаш. Окей. Грациэс, Элиса. Я уж думала. Так. Глубина изучения материала. Да, спасибо. Отрицательная энергетика мавзолея вряд ли особо может навредить или не навредить. Окей. I'm very glad because I also love Dimash very much. I can listen to it several times a day. Me too. Hola. Le goutarde. Inglés. Так. Расскажите о себе. У вас самые лучшие, великолепные обзоры. Хорошо. Трансляция идёт отлично. Друзья, очень-очень рад. No comprendo. Inglés, por favor. Так. Хорошо. Рассказать немножко о себе, друзья. Я профессиональный музыкант, практикующий музыкант. Я действительно, всё, что у меня в моём превью трейлере канала стоит, всё соответствует истине. Я закончил старейшее московское и престижнейшее музыкальное заведение ещё в советское время по одной очень хорошей специальности, которая дала мне возможность понимать не только вокал и вокалистов, но и разбираться вообще в музыке, как таковой певческой музыке. Я потомственный музыкант. Это действительно так. У меня мать певица. Вот. Отец не просто пел, но ещё и был очень редким музыкантом. Когда-нибудь я расскажу о нём выдающимся человеком, оставившим свой неизгладимый след в определённой части музыки. Пока я сохраняю своё инкогнито, вот. Что рассказать о себе ещё? Вот. Я отец четырёх детей, я женат. Вот. В этом смысле, слава богу, всё хорошо. Ну вот, пока жив с вами. Я действительно похож на Ленина. Ну, случается. Так. Научили меня слышать музыку, ваш интеллект даёт нам расширять свой кругозор. Уважаемая Бахыт, целью данного канала как раз внезапно явилось то, чтобы расширить для вас, да, и для меня, кстати, тоже, расширить нашу глубину понимания музыки, начать видеть наших любимых исполнителей гораздо глубже, понимать, почему они отдают такую энергию, почему они вкладывают столько души. И я также хочу дать возможность понять, насколько это великий труд, например, если мы говорим о Димаше, да, великий труд достигнуть таких высот, которые он достиг. Ведь в него вложили свои силы целые поколения. Просто вот такой вот уникальный талант. Это талант, который развивал в поколениях и достиг вот такой вершины в Димаше. Ну и плюс это сейчас спасает меня от каких-то дум о том, что всё достаточно нехорошо сейчас в стране, да и в мире. Вот, так что мы друг дружку спасаем. На обзорах я не могу говорить быстрее, иногда паузы очень затянуты. Да, друзья, я признаю, что в моих обзорах бывают затянутые паузы чуть-чуть. То есть проблема вся в том, что я всё пишу без, я всё говорю без, в принципе, сценария. У меня есть только лёгкий план у нас проходит сейчас с вами. Я действительно могу говорить гораздо быстрее, но русский язык, классический, не предполагает вот такую современную форму обращения. Это идёт более тенденция с запада. Я хочу сохранить немного обращения. Это идёт более тенденция с запада. Я хочу сохранить немножко, так сказать, старорусский стиль, с которым я был знаком с детства. Какое хорошее дело вы делаете. Спасибо, дорогая Юля. И вам спасибо. Так, как семья реагирует на ваши пристрастия? Поддерживают ли? Вы знаете, семья в основном немножко надо мной смеётся. Вот, потому что пока они считают, что это всё несерьёзно, что я немножко балуюсь, да, что это всё пока баловство и что-то несерьёзное. Но если канал как-то будет расти, да, кстати, не забудьте, пожалуйста, поставить ваши лайки. Кстати, хочу вам сказать одну важность о том, чтобы поддержать этот канал из того, что в них присутствует авторский контент других источников, они не монетизируются. Я фактически за свою работу не получаю вообще ничего, а вкладываю огромное количество времени и сил. Поэтому, если вам не тяжело, если вы хотите поддержать канал, станьте спонсорами. Там спонсорство начинается в месяц от очень маленькой суммы, которая вряд ли может сильно обременить, но поможет нам всем делать видео на более высоком уровне. Также я сейчас хочу приобрести новый ноутбук для того, чтобы была возможность делать видео очень ясными, очень хорошими на действительно высоком уровне. Так что не забудьте стать спонсорами, подписаться, поставить ваши лайки. Обязательно тем видео, которые вам понравились, пожалуйста, поделитесь им в соцсетях со своими друзьями, расскажите о нём, потому что мои видео могут пропасть в любой момент из-за, например, нарушения авторского права, как было со странником. Этот обзор, где был хороший видеоряд, был полностью заблокирован Ютубом, и мне пришлось, в общем-то, частично его переделывать. Это было просто очень печально. Так что поделитесь им на других платформах, я вам буду за это признателен. Я рада, что познакомилась с вами, спасибо за ваш труд, вы просвещаете нас в музыкальном плане, и очень рада, что вы проводите аналитический обзор на выступление Димаша. Спасибо большое. Димаш сейчас для меня в приоритете, поскольку я просто даже физически не успеваю особо сильно следить за другими музыкантами, хотя мой канал посвящен не только Димашу, не только его творчеству, а вообще творчеству талантливых людей. И задача, как я уже говорил раньше, понять их гораздо более глубоко на ином уровне. И это для меня очень-очень важно, потому что, как правило, современная публика не может до конца понять, какой труд в это вложено, что стоит за всеми этими произведениями, образами. Вот. И я очень рад, что мой канал оказался вам полезен. Поверьте, это для меня большое счастье. Так. Ваши дети занимаются музыкой. Как относятся к творчеству Димаша? К творчеству Димаша относятся хорошо. К сожалению, я не счел правильным в современном мире давать им профессиональное музыкальное образование, так как с этого они не смогут кормить себя и своих детей. Поэтому музыки, я их немножко частно обучаю сам для общего развития. К сожалению, на мне династия, судя по всему, закончится. Музыкальная, хотя кто знает. Вот. Просто, к сожалению, в сегодняшнем мире музыканты зарабатывают копейки, вкладывая огромные усилия, если мы берем классических музыкантов. Вот. И мы как подвид, как вид медленно исчезаем. Увы, это реальность, которую изменить мы не в силах. Мир изменился, технологии поменялись. Никто больше не готов вкладывать 20 лет обучения, например, как практически у всех нас, если мы берем профессиональных музыкантов, и зарабатывать такие копейки, и терпеть такое унижение. Это одна из проблем, с которыми мне приходится до сих пор внутри себя бороться, чтобы продолжать все-таки делать что-то полезное для людей, как-то реализовывать свой дар вот таким необычным образом. Поэтому я вам очень благодарен, что вы смотрите мой канал, что вы делитесь вашими впечатлениями, потому что самое главное достоинство, как сказать, самая главная ценность этого канала – это вы. Просто поверьте мне, действительно, это вы. Внуки могут продолжить вашу музыкальную линию. Быть может, от меня это сокрыто, но поскольку мир очень сильно изменился, некоторые профессии в этом мире, в новом мире, который наступает, обречены. Профессиональные музыканты к ним принадлежат. Они сильно сузятся, их станет совсем-совсем-совсем мало, они трансформируются, но, конечно, вечная классика не уйдет. Останутся небольшие островки, но они уже будут именно островками. Уровень культуры упадет еще и еще и еще ниже, увы. Островки, но они уже будут именно островками. Уровень культуры упадет еще и еще и еще ниже, увы. Очень жалко, что музыку больше не кормят, но всегда развивают духовно, а не мазки-метах. Куда закинуть донат? Здесь, кстати, я не знаю, донат включен, здесь и есть, по-моему, значок доллара, да, значок доллара прямо под чатом. Посмотрите, поддержать автора канала «Байки из Мавзолея». Многие музыканты на реакциях Димаша рекламируют свои услуги, например, преподавание вокала. Почему этого не делаете вы, задает Grand Forever. У меня иной подход. Я рекламирую Димаша. Я каждый раз рекламирую того, на кого я делаю обзор. Для меня это просто, как сказать, профессион де фуа. Для меня это профессиональная честь. Я не считаю нужным себя рекламировать, потому что мне гораздо интереснее смотреть за развитием, как вы начинаете воспринимать по-другому Димаша. Я верю, что то доброе, которое ты вкладываешь в окружающий мир, оно к тебе же и вернется. А рекламировать себя, тем более человеку, который инкогнито, зачем? Эфир сохранится, очень надеюсь. Да, друзья, кстати, если вы хотите поддержать канал прямо сейчас, внизу чата есть значок доллара. Вот, вы можете внести какую-то сумму пожертвования на ваше усмотрение. Если вы хотите донатить на наш канал, то есть сигнал доллара внизу чата. You can use it and make your donation. Thank you. Уважаемый Александр, вы можете попробовать стать спонсором канала. Значок «Спонсировать» он есть. Возможно, это появится или нет. Но если нет, для меня просто ваше желание помочь, поверьте, уже является очень приятным. Я благодарю вам просто за желание. Так. Так. I love your attitude for not promoting yourself, but Dimash. All my respect to you. Сузанна, you're absolutely right. I want to promote myself, because I think my vocalist, my analysis to such beautiful singer is the main target to open our mind, to develop our... So, such beautiful singer is the main target to open our mind, to develop ourselves, to... I just tried to translate to different languages. Ступор находит. Ступор находит. But you understand me, of course. Большой вам, Рахмет. И вам большой, Рахмет. Писать не хочу, хочу послушать вас. Бакит, я хочу вас послушать. Когда-нибудь, я не знаю, вы же приедете в Москву. Мы же хотели с вами... Может быть, сходим погуляем на Патрио. Окей, спасибо вам. Не знаю ваше имя, отчество. Автор канала. Маэстро. Профессор. Как хотите. Самое чистое, доброе, грамотное не нуждается в рекламе. Вы сами есть реклама. Здравствуйте, Мохаммед Али. Я очень рад снова видеть вас. Я желаю вам крепкого здоровья. Я очень рад снова видеть вас. Я желаю вам крепкого здоровья, вам, вашей семье и вашим внукам. Рад видеть вас на канале всегда. Рад вашим комментариям. Дорогой Димаш Ивет. Я не совсем Димаш Ивет. Наши потомки будут изучать феномен Димаша по вашим каналам. Потому что думаю, что не зря вы учились в музыке. Надеюсь, очень надеюсь. Профессор, вы замечательно смеетесь. Делайте это почаще. Я обожаю юмор, дорогие друзья. Вы бы знали, как смеются те, кто много плачет. Юмор очень сильно спасает. Потому что вообще я юмор очень люблю. Кстати, в названии «Байки Мавзолея» знаете, откуда произошло это? Странное-странное название. Наверное, вы уже поняли, что изначально я задумывал этот канал как политико-статистический. И я собирался как раз немного говорить на политические темы. Потому что то, что делается в России, меня коробит. Мне крайне тяжело видеть разложение страны, богатейшей страны и при нищем народе. Кстати, это, к сожалению, касается почти всех близлежащих к нам государств. К России, я имею в виду. К сожалению. И, соответственно, мой образ Ильича должен был стать в данном случае определенным уникальным образом. Но именно моя первая пробная реакция на Димаша полностью изменила мое желание. И я просто втянулся потихоньку в то, что я начал делать обзоры на очень грамотных и хороших музыкантов. Тихоньку в то, что я начал делать обзоры на очень грамотных и хороших музыкантов. Сейчас я, конечно, не желаю возвращаться к политико-сатирическому направлению. А желаю сконцентрироваться на именно музыкально-аналитических обзорах. У меня, конечно, есть некая идея, возможно, переделать канал, дать ему иное название. Потому что оно было заточено совсем под другие цели. Но посмотрим, что будет. Так. Так, добрый вечер. Ничего, мои дорогие. Донат на канале, он включен. Только стикеры выходят. Отправить анимированное изображение. Отправить сообщение, которое будет выделено. Попробуйте одно из этих. Там должна какая-то сумма, наверное, выйти. Вот, это у меня подключено, но сам я не включал это. Так, закрыть сейчас, одну секунду. Окей, friends, please ask your question in English, please. So, we have so many visitors from different countries joined here in our chat. Please ask your question, please write down below in English, please. Better to lie than to cry. Best regards. I am absolutely agree with you. Thank you. Thank you so much. My best regards to you, too. Да, дорогие друзья. Да, мировой кризис, конечно, затронул всех, увы. Смотрите, я понимаю, что очень скоро начнется стрим с Димашем, и часть из людей захотят, соответственно, уйти. Если вы хотите, то, может быть, мы сейчас, если вы захотите, начнем немножечко заканчивать наш стрим. Так, Виктория спрашивает. Профессор, в одной из англоязычных реакций реакционер сказал, что не было таких певцов, как Димаш, с такими способностями из известных певцов прошлых лет. Согласны ли вы? Конечно, согласен. Более того, в моем обзоре на выступление Димаша «Опера-2» на конкурсе «Сингер» в 2017 году я дал Димашу два определения. Первое – мастер вокального искусства. И второе – вокальный пассионарий. Так вот, дар Димаша находится за пределами просто одной физиологии или физики. Это дар, как я называю, от Творца или природы, если вы захотите. Особый дар к тому, чтобы трансформировать людей, трансформировать человечество. И очень хорошо, что он появился в такой очень переломный, сложный период, который сейчас наступил. Посмотрите мой обзор, может быть, вам что-то станет более ясно. Узнав Димаша как великого артиста и человека, вы уже не смогли относиться к нему несерьезно и с юмором. А я к нему и не относился несерьезно и с юмором. Я к нему изначально относился серьезно. Димаша, мы бы хотели больше наше видео. Димаша, мы бы хотели увидеть вас в следующей серии. Димаша, могу я вам introduce вас к нашему социитету, пожалуйста. Димаша, я хочу дать пару слов о вас, потому что я думаю, что вы мой друг. Димаша, что вы думаете? Хорошо, друзья. Смотрите, мы сейчас можем тогда, пока еще люди отвечают, потихонечку, наверное, заканчивать стрим, чтобы люди могли переключиться, перейти на другой стрим с Димашем. Так, мне что, больше никто не пишет? Так, ну, друзья, если есть еще какие-то вопросы, буквально задайте мне их, если они еще остались на сегодня. Вот. Ага, сейчас. У меня виснет чат. Любовь и уважение народа вы уже получили. Для меня это самое ценное, благодарю, потому что это самый ценный дар, который я мог бы получить от вас. Поверьте, деньги – это приятно, но если мы выстраиваем отношения как друзья, пожалуй, это самое-самое главное. Спасибо. Здорово, что у меня четверо детей. The author is beautiful, wise, and additionally sings beautifully. We would like more live streams. Делайла, I want to drop a couple words about you. I'm asking your highly permission. О, Олис, thank you very much for the nation. Okay, first donation on the stream. Yes, I am happy. Do not bother answering such critics, maestra. Okay, thank you for your answer. We are sharing your opinion. Give Russian, I understand Russian. Okay, спасибо, что вы понимаете по-русски. Okay, confirm, maestra. Так, 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 так. Better to reliving. Ага, ага, так. Альфия спрашивает, как ограничить детей от влияния российской попсы. Может дать совет? Ох, друзья, крайне сложно. Единого решения здесь я не вижу. Попса разрушает и выносит мозг. Как, постарайтесь, вот я лично не смотрю дома телевизор вообще, просто не смотрю. Все, что нужно, я нахожу в интернете, на ютюбе или где-то еще. Я, конечно, не великий психолог, я просто обычный человек, как и мы все. Вот, поэтому просто постарайтесь не смотреть средства массовой информации, зомбоящики. Спасибо, мои дорогие. Спасибо, Шолпан. Спасибо, мои дорогие друзья. Браво, уважаемые. У меня зависает, кажется, чат. Я еще не знаю, кто чего где как пишет. Вот, ага, так, так. Окей, дорогие друзья, позвольте тогда я все-таки... Да, да. О, нет, я чуть опоздала. Все будет в записи, мои дорогие. Все будет хорошо, не волнуйтесь. Так тут куча вопросов, не получается донатить, просто весь не чат. Людмила. А ты хула литром, я шар. А ты хула литрил литром, я шар. А ты хула литрил литрил спонсор, я шелеканал. No problem. Окей. Друзья, я вам хочу немножко рассказать о моем замечательном друге. Далиле или Дилайле, она из очень близлежащей к нам страны. Она удивительно прекрасный скульптор и художник. Она сейчас живет в Польше, вот, хотя прекрасно владеет английским языком. Так что, если есть наши замечательные зрители, которые будут этот видеть стрим в Польше, я думаю, что, может быть, когда-нибудь она еще сделает свои персональные выставки в Польше, и вы сможете сходить. Мои наилучшие рекомендации этой замечательной женщине, этому замечательному художнику и человеку. Спасибо. Не уходите, пожалуйста. Я тоже не смотрю телевизор. Дорогие друзья, вот моя дорогая Бахыт из Казахстана, она знает, мы сегодня с ней общались в 5 часов утра, я настраивал еще видеотрансляцию. В 8 я ушел на работу. Потом я вернулся, сделал стрим, и сейчас я опять уйду на работу. Вот, поэтому давайте все-таки немножко будем завершать наш стрим. Я благодарю всех вас за участие. Сегодня вы согрели мое сердце, дали мне возможность радоваться дальше. Я понимаю, что я нужен, и что, поверьте, также и вы очень нужны мне. Я счастлив поблагодарить вас за этот эфир. Я постараюсь сделать субтитры как можно быстрее. Не забывайте, постарайтесь, если есть такая возможность, стать спонсорами канала. Кнопочка спонсорства, она есть. Это поможет каналу в развитии и даст мне возможность купить новую технику гораздо быстрее, обновить то, что мне недостает, и делать для нас обзоры более качественно. Я постараюсь делать стримы, может быть, немножко почаще. Для меня это первый опыт. А сейчас я крепко-крепко вас обнимаю. Желаю вам крепчайшего здравия, благополучия, многое вам и благая лето. И до новых встреч. С вами был автор канала. Субтитры сделал DimaTorzok.